Сегодня в рубрике «Читаем дома» хочу рассказать о книге Аси Казанцевой. Называется она «В интернете кто-то не прав. Научные исследования спорных вопросов». Книга вышла в 2016 году. Это вторая книга автора. Сама Ася Казанцева по образованию научный журналист, популяризатор науки и блогер. Она является лауреатом премии «Просветитель» в области научно-популярной литературы. Эта книга у нее вошла в тройку финалистов в категории «Нонфикшн» по версии народного голосования интернет-магазина «Азон». В своей книге Ася раскрывает самые различные темы. Это и какие-то медицинские темы про иглоукалывание и гомеопатию, какие-то научные про ГМО и опыты над животными, и самые простейшие житейские темы о том, правда ли, что мужчины умнее женщин, и вредно ли есть мясо. Огромный плюс книги в том, что автор дает очень много ссылок на разные полезные другие источники, которые она использовала при написании своей книги. А в конце книги можно найти хороший лайфхак о том, как правильно найти качественную и достоверную информацию в интернете по необходимой для вас теме. В своей книге автор пытается донести одну простую вещь. Для того, чтобы разобраться, достоверная информация или нет, полученная из интернета, не обязательно быть каким-то узким специалистом, а нужно просто правильно уметь анализировать и систематизировать полученную информацию. Также она настоятельно рекомендует не верить в тему, что написано в интернете, а всегда все проверять. Как я уже говорила, автор по образованию научный журналист, поэтому все факты, которые есть в ее книге, подкреплены какими-то исследованиями. Причем сделано это достаточно просто, используя какие-то бытовые обороты, где-то юмор, поэтому написаны сложные вещи в ее книге достаточно простым языком, и поэтому читается легко и понятно. Продолжение следует...